И снова приветствую вас, друзья, рыбалка Юрий. Меня зовут, продолжаю рассказ о продукте Symbione M компании Aurora. В первой части повествования немного рассказал о том, что из себя представляет этот продукт, о механизме его действия. И сейчас, как говорится, для закрепления некоторые факты, вот, скажем так, вкратце, и, конечно же, рекомендации к применению. Но сперва три слова о самом молозиве. Это не конкретно молозиво, это пептиды молозива здесь в Symbione присутствуют. А самом молозиво – это такая, самая важная, друзья, для нашей жизни вообще, то есть самая полезная в нашей жизни еда. Самая полезная субстанция, которую мы вообще в своей жизни пробовали – это материнское молоко. Это то, что любое млекопитающее обеспечивает защитой своего драгоценного ребенка. Концентрация питательных веществ там колоссальная, порядка 40 активных веществ, нет смысла их даже перечислять, очень много. Это для того, чтобы сберечь организм, сохранить первые несколько часов, несколько дней жизни, самое важное. Для того, чтобы запустить переставельку, для того, чтобы заселить нормальную микрофлору в кишечник, часть этой микрофлоры попадает в аппендикс, там живет, в процессе жизни расселяется по всему кишечнику, обеспечивает дополнительную защиту. По картинкам слегка пробежимся. Запуск программы на моложение. Каждая клетка имеет свой возраст. Клетки постоянно регенерируют, то есть они обновляются постоянно. Срок жизни каждой клетки определенный. Когда организм изнашивается, когда он не способен противостоять инфекциям всевозможным, то порядок, вернее, скорость регенерации, она замедляется. И когда мы принимаем продукт Symbion M, мы этот процесс чуть ускоряем и, повторюсь то, что говорил в первой части, не будет лишним повторением отечения. Ключик, который является пусковым механизмом для того, чтобы организм самостоятельно начал вырабатывать вот эти специфические белки. В данном случае лейкоциты, лимфоциты, клетки киллера, макрофаги – это то, что вот вы видите на картинке посредине, они атакуют какой-то болезнетворный микроб. То есть вот эти белые клетки крови. Ферменты и гормоны – это то, что вообще управляет нашим здоровьем, нашим организмом. Вообще управляет нервная система, и здесь, кстати, будет где-то на следующей картинке, о ней тоже немножко скажу, потому что бережет нервную систему Symbion M. Но вот важный момент, друзья, об этом отдельный материал, конечно, будет обязательно. По поводу снятия лекарственной зависимости нарушается программа саморегуляции организма, когда человек много принимает таблеток, антибиотиков. Какими-то курсами, длительными проходил уже. Организм эту химию, он засоряется, во-первых, во-вторых, печень, почки, микрофлора кишечная, очень сильно на неё реагируют. И бывает, что у человека даже отторжение вот это происходит. Но, друзья, не переживайте, на фоне приёма Symbion M не будет никаких побочных эффектов, если вы, допустим, употребляете лекарство, или же раньше употребляли. Есть острое состояние. Я категорический противник той точки зрения, что человеку, вот если он узнал информацию о здоровье, о таких продуктах мощных, ему срочно, прям сегодня надо отказаться от лекарств. Нет, нужно снижать их концентрацию, то есть их дозировку. Если у человека острое состояние, воспалительный процесс, и ему прям, ну вот, не знаю, там, до операции 2 дней или после операции, вот-вот только, тогда, конечно, Symbion M будет для поддержки. Во всех остальных случаях, да, конечно, рекомендовано уходить от лекарства. Об этом тоже будет отдельный какой-то материал на канале сниму обязательно. Грамотная профилактика, да, это общая фраза, но, друзья, если мы будем давать своим детям и самим принимать этот продукт для профилактики по одной штучке 2 раза в день, там, утром, вечером, то мы поддержим свою иммунную систему, не дадим организму разбалансироваться. Мощная поддержка при облучении химической нагрузки, вот химиотерапия, вот, кстати, схожесть, опять же, с продуктом Symbion, он тоже работает так, но Symbion M более мощно. И эти два продукта можно принимать одновременно, не выбирать из них, какой лучше, Symbion или Symbion M. Одновременно, Symbion, он просто работает, хорошенько заселяет микрофлору, он тоже откармливает, организм подпитывает, защищает от токсинов, но вот Symbion M специфически защищает от химической вот этой нагрузки. Он не позволяет этим токсинам проникать на уровне мембраны клетки, можно так же сказать. Противостоит инфекции на уровне, то есть, такой, можно сказать, образ, если представить оболочки или щит вокруг клетки. Выстраивается, всё, и туда никакая гадость не проникает. Обменные процессы. Конечно же, важно об этом упомянуть, потому что усвоение питательных веществ, человек может много есть, может полнеет даже, и не понимать, почему, допустим, некоторые едят по многу и худые. Или, наоборот, он мало съел, а всё равно полнеет. Да потому что у него метаболизм нарушен, потому что у него нет вот этой топки, видите, посрединке нарисовано два чумазых, вернее, на фотке два чумазых пацанёнка, который вот аналогия такая, просто образ возник, в топку уголь, когда забрасывает, вот так работает наш метаболизм. То есть, усвоение, переработка, то есть, переработка, потом усвоение, ну, конкретно, когда энергия выделяется, это всё происходит у нас постоянно в организме. Это водно-солевой обмен, это жировой обмен, минеральный, витаминный, там, ферменты в этом участие принимают. В общем, это всё. Сложное название метаболизм, не будем вдаваться в подробности. Вот симбион М этим процессом категорически благоприятствует. Устойчивость к гепатии, друзья, это важный момент, вот как раз-таки, да, нервная система, больше всего нуждается наш головной мозг в кислороде. 50% всего кислорода, который мы дышим, вернее, тот, который растворён уже в нашей крае, использует для своей потребности головной мозг. Но это не только наши мысли, не только наша думалка какая-то, это управленческая система, управляет всем организмом. Если нехорошо будет что-то вот здесь, между ушами, то будут страдать органы, ткани и так далее. Да, связь с органами будет нарушаться. И симбион от этого дела, симбион М от этого дела защищает, опять же, по аналогии, как он от вируса в инфекцию, вот оболочку какую-то вокруг клетки создаёт так же, и гипоксия, такую же устойчивость. Быстрое восстановление после перенесённых стрессов, потому что стрессы являются причиной внезапной гипоксии. Когда вот человек нервничает, переживает, вот, быть может, друзья, наблюдаем за собой такую штуку, переживаем, и дыхание вдруг учащается. Почему? Да потому что выделяется огромное количество адреналина, адреналин закисляет организм, и организм, кровь густая, склеивается, сразу слепается, и недостаточно клеткам этого кислорода. Вот в этот момент, если есть защита грамотная, то клетки не будут повреждаться от гипоксии. Ну и, конечно же, вода, а в воде будет отдельное кино, и причём не одно даже. Восстановление микрофлоры с симбионом, они где-то в этом деле похожи, я имею в виду симбион М. Здесь идёт восстановление микрофлоры и в ротовой полости, эффективно, по всему ходу желудочно-кишечного тракта. И очень хорошо, кстати, в ролике о симбионе, я не упомянул, для женщин в виде спринцевания использовать вагинально. Вот эти вот вещи, кстати, вот есть промывание серебром, спринцевание, а потом уже рекомендованы тампоны, или же симбион, или симбион М, мы приводим такой вид, как закваску, вот как сыворотку, в молоко. Просто нужного нормального качества молоко, вот оно подкисает через несколько часов, и затем вот эти тампоны очень хорошо тоже противостоят воспалительным процессам, и так далее. При смене климата происходит нарушение пищеварения у многих, особенно те, которые перелёты на самолёте длительные делают. Одна из рекомендаций, кстати, друзья, поменьше кушайте в самолётах, потому что это особо не усваивается. Перелёт – это стресс для организма, немногие это знают. И потом пару дней у многих наблюдается нарушение, затруднение выделения всего этого дела, то есть опражнение кишечника нормально не работает. Поэтому, если уж летите в самолёте и длительный перелёт, можно заранее покушать или что-то съесть более-менее нормальное. Вот эти булки с этим пластилином, который, кстати, вот масло или сыр. Ой, слушайте, отдельная история тоже сниму. Питание вне дома, это будет и в кафе, и в самолётах, и где угодно. Значит, при отравлении, при пищевом отравлении симбион М тоже хорошо работает, особенно с кишечной палочкой. Он не допускает тотальному развитию вот этих неприятнейших процессов, когда идёт размножение вот этой кишечной палочки, подавляет её размножение. Если принять вовремя, конечно. Вот как дополнительный источник питания. Смотрите, друзья, очень интересный кадр, вот здесь, вернее, интересный слайд. Нет, недостаточно питания, часто внутриутробно, поэтому беременным женщинам очень рекомендован продукт. Организм ребёнка ещё в утробе будет получать всё, что необходимо. Грудное скормление, чёт, вернее, ребёночек может быть недокормлен. Грудным скормлением недостаточная концентрация всего того, что ему прям важно и нужно. Чтобы повышать лактацию, пожалуйста, добавляем свой рацион. Поэтому подкормка, когда ребёнок недополучает, недокормили грудью, 3-4 месяца подкормили, ребёнок отказывается от груди. На то есть свои причины, потому что с организмом мамы не всё так хорошо, не всё так в порядке, потому что ребёнок не хочет уже кушать грудное молоко. Значит, если даём уже какие-то смеси, туда добавляем симбионом. Идеально, конечно, кормить грудью до года. Понимаете? Об этом тоже отдельное кино. Гипотабулярная система. Друзья, у кого есть нагрузка на печень или была раньше, из-за таблеток, из-за алкоголя, пожалуйста, обратите внимание на этот чудесный продукт, потому что желчный пузырь, он не будет накапливать, вернее, не будут там склеиваться камни, не будут застаиваться желчь на фоне приёма симбиона М. И протоки будут находиться в чистеньком состоянии. С протоками отдельная история, там могут быть потенциально лямбли или аписторхи. Это к вопросу о серебре и конкретно о тех программах, которые тоже на своём канале буду рассказывать обязательно. Ну, защищает печень хорошенько и способствует восстановлению и регенерации. Клетка печени, она имеет тоже свою продолжительность жизни. Чтобы нормальная была регенерация этих клеток, пожалуйста, симбионом для всех, кто заботится об этом важном органе. Поддерживает тонус организма. Ну, здесь, друзья, по поводу оптимизации веса, скажу так. Человек держит в нормальном состоянии вес. Когда у человека бывают такие переходы, больше, меньше, знаете, на протяжении жизни вес, по идее, должен быть стабильным. И берём свой рост, вычитаем 100 и плюс-минус 10 килограмм на протяжении всей жизни. Пример. Человек весит, вернее, рост у него 170. Значит, вес у него должен быть от 60 до 80 на протяжении всей уже, я имею в виду, взрослой жизни. То есть, человек может себя чувствовать в весе 65 хорошо и в весе 75 хорошо. То есть, ниже 60 это уже будет не комильфо, и выше 80 тоже уже перегрузка. То есть, каждый человек выбирает вес по своему ощущению, по своему состоянию. О лишнем весе и обо всех вот этих процессах тоже будет отдельно материал. Ну вот, насколько я понял, насколько я изучил этот продукт, он позволяет поддерживать вес в коридоре нормы. Опять же, это благодаря исключению из повседневной жизни вот этих застойных каких-то гнилостных процессов, потому что симбион М конкретно их тоже подавляет. Здесь также общие термины есть, продлевает молодость. Да, конечно, симбион М рекомендован. Я вот изучил большое количество уже материала, в общем, весь, который есть в доступе по этому продукту, и многие отзывы людей слышал о том, что старше 40 лет, применяя симбион М, идет, вот, люди наблюдают за своим организмом, что, как бы, организм понемножку омолаживается. То есть, это чувствуется по количеству энергии, чувствуется по цвету лица, чувствуется по тому, как мы спим, как мы просыпаемся, насколько мы работоспособны. То есть, по этим общим таким критериям как-то можно это прочувствовать и определить. Во всяком случае, об этом все уже заявляют слух, и я очень рад тому, что в компании Аврора есть такой чудесный продукт. Повторюсь, что его не стоит путать с симбионом М. Действительно, в чем-то похожи, где-то разные, но их можно принимать одновременно. Ну, а пока что, друзья, вот так, вкратце, пожалуй, все по этому продукту. Следующий ролик буду снимать о продукте Sea Energy. Это вообще интересная вещица. В общем, обязательно посмотрите, для того, чтобы не пропустить это событие, подпишитесь на канал, поставьте лайк, если вам кажется, что я сделал эту работу не зря. Пока что желаю всем доброго здоровья, всего хорошего, приятного настроения. В общем-то, будьте здоровы, до новых встреч!